Никакого двойного слепого метода, только иллюзия и обман зрителям. И угадайте, что мне было отвечено недавно в прямом эфире Малахова, когда я предложил такую проверку звезде битвы экстрасенсов. Эта часть доказана, к ней вопросов у меня, собственно, нет. Я думаю, что у суда их тоже не возникнет. Уже 18 сезон и уже 10 лет создатели популярного телешоу подкладывают свинью зрителям в виде паранормальщины, неотличимой от имитации и обмана. Я так устал просто отвечать на этот вопрос. Все, что происходит на битве экстрасенсов, это правда. И на битве сильнейших в том числе. Истину вам говорю. Начало нового сезона от предыдущих по части имитации проверок сверхспособностей особо ничем не отличается. Все те же испытания Ширма, Багажник, Мистер Икс, все с теми же методологическими проблемами. Хотя в Багажнике было некоторые изменения. Главный скептик битвы экстрасенсов иллюзионист Сергей Сафронов предложил революционное нововведение. А давайте мы будем тянуть из одного мешочка имя человека, которого будем прятать в багажник, а из другого номер автомобиля, в который этот человек будет прятаться. И назовем это двойной слепой метод. Замечательно. Поразительно. Гениально. Первые в истории битвы мы решились на такие правила. Человеческий фактор исключен. Двойной слепой метод. Случайный человек в случайной машине. Тут они противоречат сами себе. В первой серии прошлого сезона Дикторов в том же испытании с Багажником заявлял, что эксперимента чище просто не может быть. И тут снова это вранье. Не знаю, сам Сергей Сафронов додумался до такой глупости, или ему подсказали сценаристы, но суть двойного слепого метода в том, что неиспытуемые, неорганизаторы не в курсе того, куда спрятан человек. А что же мы видим здесь? Человека прячут в багажник. Это видит Сафронов, это видит съемочная группа, а также редакторы и режиссеры, следящие за мониторами. А случайный выбор автомобиля никак не исключает возможностей для подсказок. Например, нужную машину можно просто пометить, а экстрасенсу заранее сообщить, как именно распознать метку. Или организаторы незаметно оставляют в зале табличку с номером искомой машины. Или посылают СМС на телефон, который еще не успели отобрать перед выходом экстрасенса на испытание. Или сам Сафронов показывает условный сигнал возле нужной машины. Вариантов масса. Впрочем, нет смысла гадать, как именно подсказка могла быть допущена. Главное отметить, что это было возможно. Те, кто внимательно следит за моими видео и за премией имени Гарри Гудини, знают, что такое двойной слепой метод. Мы постоянно его демонстрируем в своих проверках. Вы могли наблюдать, как сильно мы заморачиваемся, чтобы исключить любую утечку информации. Вы могли видеть, какую перетасовку мы делаем, когда каждый шаг прописан и фиксируется на технические видеокамеры. Вы можете почитать регламенты наших тестов и посмотреть видеозаписи. Все это публикуется ради того, чтобы показать чистый эксперимент. Конечно, если кто-нибудь прошел бы наш слепой тест, гипотетически можно было бы заподозрить организаторов, то есть нас, в сговоре и сливе информации. Даже в нашем случае принципиально возможно смухлевать, подыгрывая испытуемому, например, если все мы будем заинтересованы в его победе и сговоримся. Но, во-первых, мы рискуем деньгами. Напомню, что на кону премия. И, кроме того, мы не аффилированы ни с какими рейтинговыми телепередачами, штампующими экстрасенсов каждый год, на приеме к которым потом выстраиваются очереди. И, во-вторых, у нас в экспертном совете ученые и научные журналисты. Они не стали бы рисковать своей репутацией, ввязываясь в историю, похожую на фарс. А история с ежегодной битвой экстрасенсов очень на фарс похожа. Есть телеканал, который выпускает два рейтинговых телешоу. И есть компания, которая по заказу этого телеканала снимает эти передачи. И задача этой компании вовсе не в том, чтобы провести настоящий контролируемый эксперимент, а в том, чтобы создать лишь имитацию, шоу. Никакого двойного слепого метода. Только иллюзия и обман зрителя. Потому что иначе результат вряд ли чем-то отличался бы от случайного угадывания, что многократно подтверждалось в настоящих проверках сверхспособностей. Но такое телеканал ТНТ не стал бы покупать и пускать в эфир. Кстати, год назад, когда только вышел прошлый сезон, в другом видео я предложил участникам битвы экстрасенсов поучаствовать в настоящем двойном слепом тесте. Кстати, а может кто-нибудь из битвы экстрасенсов испытает свои силы в нашем эксперименте, когда точно не подскажут? Заявки, если что, принимаются на сайте. Угадайте, сколько с тех пор из них подали заявку на участие в премии имени Гарри Гудини? И угадайте, что мне было отвечено недавно в прямом эфире Малахова, когда я предложил такую проверку звезде битвы экстрасенсов? МОЛЧАНИЕ Конечно, зрители этого телешоу, как и вот эти наблюдатели на съемочной площадке, не знают о том, что такое двойной слепой метод. Поэтому их легко одурачить. Как и в случае, когда вместо реального скептика подсовывают бутафорского. Так создается лишь иллюзия реальности происходящего. К чему приводит подобный обман в телешоу, я уже рассказывал. И сегодня еще расскажу. Но давайте познакомимся с некоторыми участниками, которые прошли в основной состав нового сезона и будут бороться за право сильнейшего то ли экстрасенса, то ли обманщика. Извините, их часто путают. Марина Зуева, ведьма из Португалии. Да ты ведьма! На вопрос Сафронова, приходилось ли искать ранее человека, ответила нет. Занятно, но раньше о Марине Зуевой, как о ведьме и экстрасенсе вы, скорее всего, ничего не слышали. Португальские СМИ тоже о ней молчат. Зато она отметилась в ток-шоу «Пусть говорят» за 2014 год, чтобы с помощью телевидения, а не ясновидения, найти своего родного отца, которого искала уже 45 лет. Сейчас Зуева утверждает, что она ведьма от рождения и работает ей уже 25 лет. Удивительная трансформация. Но здесь есть еще более чудесные превращения. Еще вчера школьник Никита Турчин. В свои 17 лет юноша называет себя экстрасенсом-ключником, утверждая, что с помощью ключей открывает любые секреты. Сумел найти человека в багажнике один раз. В общем, теперь в телевизионный фарс вовлекают несовершеннолетних. Господи! Жан и Дана Алибековы, брат с сестрой, участвуют в паре. Вот этот самый Жан – телеэкстрасенс со стажем. Он уже мелькал в других фарсовых телешоу с паранормальщиной. А вот способности его сестры Даны, исходя из ее слов, открылись не на ТВ, а во время работы врачом-гинекологом, когда ей удалось уговорить пациентку отказаться от аборта и оставить ребенка. И с тех пор она якобы слышит голоса мертвых детей. Но здесь, оказывается, есть еще один практикующий врач. Тоже от слова «врать», наверное. И явный претендент на победу в этом сезоне. Его выход был в самом конце. Угадал человека в багажнике аж три раза подряд. Причем там прятали сразу по несколько человек. Правила испытаний менялись прямо на ходу. Этот потомок аланских магов, как его представили, заявил, что на втором или третьем курсе мединститута вскрывали человека, и он услышал его голос. Так он и начал контактировать с духами. Истину вам говорю! Остальные персонажи не так интересны. Хотя без клоунада не обошлось, которая нужна тут, видимо, для контраста, чтобы будущие финалисты выглядели более серьезными и менее нелепыми. Ну а теперь вы меня спросите. Михаил, зачем ты снимаешь критику этого балагана? Это всего лишь шоу. Ты что, пиаришься? И я отвечу, конечно, я пиарюсь. Но при этом пиарю и здравый смысл, который передачами с телеэкстрасенсами подрывается, что вредит людям. Вот свежий пример. В одном из выпусков «Экстрасенсы ведут расследование» был сюжет о пропаже Кристины Нечаевой из «Череповца». Кстати, эту передачу по заказу ТНТ делает та же контора, что и «Битву экстрасенсов». В выпуске шаманка Кажетта заявила, что у Романа, мужа Кристины, руки в крови. А еще заявила, что он сидел в тюрьме два раза и один раз за убийство. Я встретился с Романом и его адвокатом. И что удивительно, никакого доказательства того, что Роман Ксенофонтов сидел за убийство человека, нет. Это клевета. Вот, кстати, справка Романа о судимостях. Как видим, судимость есть. В тюрьме он сидел лишь один раз, 20 лет назад, за хулиганство и причинение телесного вреда. То есть, то, что ударил топором, так это тоже, ну, чушь, бред. Романа также представили извергом. И кроме того, сказали, что он мог убить свою жену. Прошу заметить, что с момента пропажи Кристины доказательств причастности ее мужа к исчезновению не было и нет. Однако, с тех пор, как вышел выпуск этой телепередачи, и его еще повторяли несколько раз, жизнь Романа пошла, мягко говоря, под откос. Я на работу не могу устроиться. То есть, я не могу долговые обязательства выплачивать. То есть, полностью моя жизнь так вот превращается. Я работаю, она шабашка. Хотя я специалист, как сварщик, да, вот. То есть, официально я не могу устроиться. То есть, такой человек, он не нужен. Ну, вы представляете, да, вот в сантехнике к вам приходят домой. То есть, был случай, да, такой. Я пришел счетчики устанавливать. Ну, дочка позвала маму. Ну, мама подходит и говорит, вас по телевизору не показывали? То есть, даже такой момент был. Ну, соответственно, какому работодателю нужен такой работник? То есть, получается, что я не могу полноценно жить. Не могу, то есть, завести семью. Что примечательно, ранее приехали редакторы передачи. И, естественно, заранее узнавали у Романа информацию, которую потом во время основных съемок экстрасенсы начали угадывать под видом того, что это нашифтали духи. Они все спрашивали, какие травмы были, что у вас было там, где, кто у вас отец, кто мать там. Ну, полностью всю информацию про меня спрашивали. Где живете? Поехали в Шухово. Вот по дороге там расспрашивали там все. Все истории там рассказывали там. И, соответственно, все эти истории, как бы, оп, они всплыли. Экстрасенсы видят. То есть, получается так, что они видят то, что было рассказано, но не видят то, что надо видеть. То есть, был конкретно вопрос задан. Скажите, где она и что с ней? Вразумительная. Одна говорит, что она жива. И Зердин, он сказал, что она мертва. То есть, вразумительная ответа я не услышал. Теперь Роман вместе с адвокатом пытаются возместить ущерб в суде и добиться выпуска опровержения, подав иск против телеканала. Конкретная информация о том, что там Романа обвинили в том, что он там ударил по голове человека топором, тот не сразу, но умер. Да, то есть, это информация, которая четкая клевета, которая четко не соответствует действительности, и которая там была опубликована в средстве массовой информации без какой-либо должной проверки. То есть, эта часть доказана, к ней вопросов у меня, собственно, нет. Я думаю, что у суда их тоже не возникнет. Вот. Теперь по вопросу второму, соответственно. Вопрос второй будет по поводу именно того, есть ли общенегативное восприятие от всей передачи в целом. То есть, есть ли общенегативное восприятие образа Романа в результате проведенной съемки. То есть, именно, вызывает ли негатив то, что там, допустим, все вот эти вот комментарии, что там, да, там, у убийцы был синий автомобиль, точно такой же автомобиль у Романа, там, у убийцы там была травма ноги, и у Романа тоже есть травма ноги, там, у убийцы было три судимости, там, столько же судимости у Романа, там, ну и так далее. То есть, как бы, в принципе, всем понятно, что это идет такое вот нагнетение, как бы создание ярко выраженного образа врага, ну, вот, соответственно, в отношении этой части, соответственно, будет, вот, разгорится основная борьба у нас. По первой части, собственно, у меня сомнений никаких нет. Кстати, этот выпуск в день заседания убрали со всех ресурсов ТНТ. Что ж, продолжим следить за развитием событий. Теперь нас ждет новый сезон битвы экстрасенсов и, возможно, новые последствия лжи этого телешоу, а также битва с экстрасенсами в суде. Подписывайтесь на мой канал, чтобы ничего не пропустить. Субтитры сделал DimaTorzok